Приветствую вас. В первую очередь хочу заметить, что вы свой вопрос задаете в раздел «Психология», а не в раздел «Езотерик». Соответственно, ответ вам будет с точки зрения именно психологии, потому что я, например, психолог, я не эзотерик и, соответственно, я не могу вам дать ответ на вопрос с точки зрения именно… эзотерика. Вот. Значит, вы не можете начать новые отношения ни с кем, потому что старые, предыдущие отношения для вас ещё не завершены. То есть, вы не завершили одни отношения, вы не можете никак их завершить, вот. А, ну, в принципе, у вас не получается этого сделать. Вот. И вы пытаетесь выбить клин-клином, это тоже не всегда самое лучшее решение, потому что клин-клином ошибается не у всех, и у этого есть, как правило, последствия, в том числе последствия такие негативные. Вот. Поэтому, мне думается, и представляется так, что вам не нужно, вам не нужно выбивать клин-клином, а лучше посмотреть, с чем связаны такие вот мысли и желания по поводу человека. Вот. Ну, по поводу вот этого любимого вашего бывшего человека. Вот. Мне кажется, это куда более важно, чем то, что вы пытаетесь как-то кого-то забыть, да, и как-то что-то сделать. Вот. Потому что расставание – это практически всегда травма. Вот. Расставание – это практически всегда определенная такая комплексная история. Вот. эээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээ очень тяжело переживать подобные вещи, вот, и это абсолютно нормально, что вы не можете забыть, потому что требуется для этого вам именно помощь. И лучше всего это делать, конечно же, с психологом, со специалистом, который может вам в этом помочь. Например, здесь на сайте вы можете выбрать себе специалиста, вот, который у вас всё получится, который поможет вам разобраться в себе, который поможет вам понять, что именно и почему вы делаете, например, не так сейчас. Вот, дальше. Я заметил у вас в тексте следующий аспект. Значит, во-первых, значит, я очень любил, наверное, люблю сейчас, я буду помнить всегда, так как мы были очень близки. Я бы раскрыл вашу любовь, потому что любовь не причиняет страдания и боли, и очень точно не тормозит. Значит, я понимаю, что жизнь идёт ещё дальше, и раз человек не захотел связывать свою судьбу с моей, нужно смириться и идти дальше, но вы не смирились. Если вы не смирились, у вас по-прежнему обиды, вам по-прежнему больно и вам по-прежнему обидно. Вот, поэтому с этим нужно работать, с чувствами нужно работать. Вот. Вот здесь. В общем, прошу помощи и поддержки. Поддержки и помощи. Ну, соответственно, с точки зрения психологии, опять же, нужно анализировать то, что произошло. Вот. Например, всё для вас значит семья, почему вам так важно было стать семьёй. Вот. Что подразумевается под судьбой? Потому что судьба – это очень такая лукавая штука. В том смысле, что очень-очень часто за вот истории о судьбе скрывается нежелание брать личную ответственность на себя за свои действия, за свой выбор, за свои решения и так далее. Вот. То есть это, мне кажется, тоже очень важный момент. Это мне тоже кажется очень важным. Вот. Так что вот тут вот такая история. Я надеюсь, что это вам поможет лучше понять, что, собственно, произошло. Я уверен, что вам это поможет. Вот. Ну, а мой текст, мой ответ, он вам с точки зрения психологии показывает, что, вероятно, всё дело в том, что вы вкладывали и продолжаете вкладывать в своё понятие судьбы. Как вам видится судьба. И понятие любви, что вы вкладываете в понятие любви. Это всё можно и нужно исследовать. Если вы это всё сделаете, в том числе с психологом, то ситуация достаточно быстро, я уверен, нормализуется. Вот. И вы, наконец, освободитесь. Потому что любовь, она, даже если вы всегда будете любить этого человека, в этом, в самом-то по себе ничего плохого нет. Но если вы всегда будете, как вы говорите, любить этого человека, то одно другому нельзя. Любовь – это разная штука и, соответственно, разных людей можно любить по-разному. Вот. Такая вот история. На этом всё. Я надеюсь, что помог вам. Если понравился мой ответ, буду благодарен за его оценку в качестве лучшего. Желаю вам всего самого доброго и удачи! Субтитры создавал DimaTorzok